Анатолий Пономарев Дорогие ветераны, уважаемые севастопольцы, городской совет ветеранов, искренне и сердечно поздравляю. С большим праздником Днём России и предстоящей 132-й годовщиной со дня рождения города-героя Севастополя. Мы должны гордиться, как говорила Екатерина Великая, что Россия – это не государство. Россия – это вселенная с множеством климатов, с различными народами, с множеством языков, с множеством различной культуры, нравственности и вероисповедания. Так мы должны не только гордиться, а самое главное – работать. Сегодня не случайно Владимир Владимирович Путин, вручая награды в Кремле, говорил «надо работать и ещё раз работать». Поэтому наш совет ветеранов не варится в собственном соку. Мы активным образом взаимодействуем с ветеранским организациям других регионов. Доключили соглашения с Московской организацией, Краснодарским краем, с Волгоградской областью, с Тамбовской. И вот с 9 июня по сегодняшний день мы принимали делегацию с Екатеринбурга. 30 человек, они сейчас подъезжают к аэропорту. И я вам должен сказать, что за эти 4 дня они сегодня искренне благодарили и нашего командующего адмирала Витко Александра Викторовича. Благодарили наш совет, благодарили умнейшего руководителя в нашем городе, Рудомётова Александра Александровича, за то, что дали возможность. И встретиться с личным вставом корабля, смертливый, там служат сверловчане. И посмотреть нашу панораму. Конечно, это всё вдохновляет нас. И для нас очень ещё важно. Они привезли нам десятки методических разработок. Ничего себе! Это десятки методических разработок по организации работы. То есть, можно сказать, прикладная помощь? Прикладная помощь. Александр Григорьевич недавно вернулся с Москвы. Вот да, впечатление. Да, впечатление от поездки в Москву. Как его там встречали. Понимаете, я к Москве имею отношение очень тесное. У меня там сын служит в генштабе. Внук работает на высокой работе. У меня друзья, которые помогают нам, Севастополю, институту военно-морпроект. Я не раз через своих друзей и администрацию обращался и получал ответы от президента нашего непосредственно по морзаводу. И именно наш вклад в том заключается, что завод в канун дня, так сказать, когда уже нельзя было бы это сделать, был национализирован. И таким образом вошел в состав России. Правда, это было половинчатое решение. Северная площадка, необходимая заводу, не вошла. К сожалению, была исключена из этого акта. Но мы уверены в том, что это будет поправлено. Кроме этого, я недавно, как ветеран, был на приеме по физическим вопросам своим в институте Ельмгольца. Приняли там меня великолепно. Полное обследование и решение по болезни глаз было взято под наблюдение и так далее. В общем, Москва к нам, безусловно, неравнодушна. И это нужно использовать. Однако, мы, ветераны, и в частности, и морзавода, не удовлетворены состоянием дел. И вина здесь не внешняя, а, к сожалению, наша. И вот я на этом хотел бы очень коротко остановиться. Александр Дмитриевич, я немножко добавлю по вопросам ветеранской реализации. Работы внутренней. Мне приятно проинформировать севастопольцев, что у нас очень успешно работают руководители ветеранской реализации районов. Ишков, Хамина, Нахимовском районе, Аркадий Афанасьевич. И особенно нам нравится, что за короткое время, менее года, изменил систему работы. Подходы к людям. Нашел возможности облагоустроиться в своем служебном помещении Гриняк Василий Иосифович Балаклавия. Мы за это им искренне благодарны. И ставим пример всегда работы ветеранской организации «Казаков», «МВД», «Рябухин», «ФСБ», «Сыплюнович», «Дети войны». Эти товарищи, Иванова, Новикова, эти товарищи заслуживают особой признательности нашего совета. Мы их благодарим. И хотелось бы, чтобы и на будущее, и остальные брали бы в пример их работу, их подход, их человеколюбие, широко использовали. Еще хочу сказать, что мы буквально в июне месяце, 3 июня, открыли в нашем офисе, как говорят, на Балаклавской 8, методический кабинет, где можно прийти любому ветерану, познакомиться с законодательством, узнать свои льготы, узнать, какие формы и методы используют той или иной организации по работе с людьми преклонного возраста. Это все будет способствовать улучшению нашей внутри ветеранской организации работе. Анатолий Григорьевич, кстати, а вот какое соотношение ветеранов и пенсионеров в городе? Вы знаете, это очень серьезный вопрос. Почему? Потому что некоторые недалекие люди говорят, а что это за организация городская, если мы ветераны? То есть до сих пор удивление вызывает? Удивление вызывает. Я хочу сказать всем севастопольцам, что у нас ветеранов порядка 50 тысяч, и они объединены в свои комитеты или полковое братство, или корабельное, или по профессии, или по интересам. А 60 тысяч – это пенсионеры. То есть больше половины. Больше половины. Пенсионеры, которые не объединены в такие вот группировки и в такие вот коллективы. И они, конечно, ждут только от нашей городского совета и поддержки, и понимания, и защиты их прав, и советов и так далее. Мы это и делаем. То есть, по сути, вы готовы принять всех? Всех. Принимаем. Я же говорю, что участников войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов, всех ветеранов и пенсионеров. И никому не отказываем. И об этом свидетельствует то, что на Балаклавской 8 там каждый день толпы людей идут, и мы получаем. То есть здание не проставят, а люди работают. Когда спрашивают, а вас уважают или не уважают, обычно я отвечаю, люди идут. А, соответственно, уважают. Хорошо. Александр Григорьевич, все-таки вот Севморзавод ситуация. Понимаете, Севморзавод – это отражение по существу города. Это городообразующие предприятия, и флота образующие предприятия. И то, насколько он себя как чувствует, так же будет чувствовать и флот. Поэтому мы очень обеспокоены этим. Вот возвращение завода в Россию ознаменовало условия, создало условия для его восстановления. Вместе с тем, вот чем не удовлетворены мы. Понимаете, любой город, любой населённый пункт, если его нужно восстановить из разрухи, должен пройти четыре, по крайней мере, действия. Это определение условий, вернее, состояния его, в каком он находится. Выработка стратегии восстановления. Далее, значит, выработка управленческого механизма для реализации этого дела. Далее, значит, соединение усилий руководства с такими же желаниями населения. То есть, информирование населения, получение отклика соответствующего, предложений их реализации и так далее, и так далее. К сожалению, в городе у нас это на сегодня, как бы сказать, за ворохом, наверное, всяких мелких дел, находятся в состоянии подвешенном. Поэтому все мои действия, а я, значит, действую как член Президиума нашего Союза ветеранов, все мои действия направлены на то, чтобы целеустремить руководство города на решение этих задач. Работаю тесно с некоторыми людьми, но там настолько часто меняются люди и даже система, что, к сожалению, пока это на сегодня удается слабо. Я очень надеюсь, что, в том числе и вот наша сегодняшняя передача возымеет действие и внимание должное будет оказано. Наши севастопольцы должны возрождать морзавод, а не приезжие люди, как это сегодня делается. Мы можем это сделать. Мы делали это, начиная с 1944 по 1952 год. Я участвовал в восстановлении и завода, и города. Я видел его в 1946 году, Севастополь. Он для меня родной. Поэтому я всеми силами стараюсь это сделать. Значит, продолжая мысль Александра Григорьевича о том, что там недоработки, там не дооценили. Я уже говорил, но еще раз повторюсь, наш городской совет искренне благодарен доказательному собранию Алтабаева Екатерине Борисовне, Кулагину Александру Андреевичу за то, что приняли закон о материальной поддержке ветеранских организаций. Но, к сожалению, он не работает. Наш совет оказал методическую помощь. Как составить программы, как провести расчеты. Значит, на сегодняшний день ни копейки ни одна организация не получила. Так вот, на нашу помощь нам отвечают, подождите, это не то. Я спрашиваю, а что нужно? Они мне отвечают. Мы не знаем, что, но это не то. Не знаем, что, но это не то. И вот это, вы знаете, закон есть, но действий никакого нет. Это наша ветеранская организация городская, она как губка впитывает все эти проблемы и вопросы, которые волнуют пожилых людей. Ну, по сути, это население города. Да, население, конечно. 110 тысяч человек. Волнуют проблемы, связанные с медициной. Мы взяли, провели президиум, пригласили доктора медицинских наук Басканяна Юрий Эдуардович. Все ему высказали откровенно. Он нам пообещал, сейчас мы слышим отзвуки, что опять продолжается чехарда с главврачами. Мы вырождены вновь вернуться к этой проблеме. А смотрите, какие ножницы у нас в законах в Севастополе и Крыме. Мы живем на территории Крыма в отношении льгот. В Севастополе одни, в Симферополе другие. Наши законодательные собрания... То есть, не обходим, а есть, не общие, целые. Да, это же общие, целые. Лишило нас льгот военнослужащих внутренней МВД, ФСБ. Они не выполнили требования и обещания, которые давал нашему городу, нашим ветеранам Владимир Владимирович Путин. Вот на сегодняшний день, значит, Рябухин, Казаков, Саков и Пономарев мы направили эти запросы и требования, чтобы вернитесь, вернитесь к этим законам. Ну, и, конечно, нас еще и волнует то, что галлопируют цены в городе. Люди приходят, жалуются. Галлопируют цены не только на роскошь, а на элементарные вещи. Повседневные. Повседневные. О ценах мы поговорим в следующей программе, я надеюсь. Спасибо большое, что нашли время, пришли к нам в студию. Я напоминаю, вы смотрели программу в контексте эфир же информационного канала Севастополя продолжается. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова